Здравствуйте! Эфир продолжает программа события в студии Михаил Ермоленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Вопросы межевания территории и ремонта фасадов. Что еще волнует жителей? Они рассказали главе Самары Елены Лапушкиной на приеме граждан. На территории региона действует особый противопожарный режим. Спасатели МЧС провели рейд, чтобы проверить, как он соблюдается. Актер Федор Добронравов побывал в 426-м военном госпитале в Самаре. Там он встретился с военнослужащими Центрального военного округа, принимавшими участие в специальной военной операции на Украине. Спустя два года Международный Грушинский фестиваль вновь ждет любителей бардовской песни на своей поляне. Что ждет гостей праздника? Как снизить риски при покупке жилья? Советы экспертов. Вопросы межевания территории и капитального ремонта фасада дома стали главными темами на приеме граждан с участием главы Самары Елены Лапушкиной. Какие решения были приняты и когда они будут исполнены, узнал Андрей Горгуленко. Просторная детская игровая площадка находится между домами 12 и 13 в 15-м квартале поселком их завод. Ухаживают за ней, содержатся в чистоте и украшают цветами жителей 12-го дома, потому что она располагается с лицевой стороны их здания. Но совсем недавно жители узнали, что по кадастровому учету площадку отнесли к 13-му дому. Горожане попросили на личном приеме у главы Самары Елены Лапушкиной и посодействовать в межевании территории, чтобы управляющие компании совместно с жителями официально могли следить за состоянием своей площадки. Была старая, еще не было новой площадки, комфортные среды и дороги, и все, парковки. Мы убирали ее. Всегда. Это с 73-го года. Как мы вошли в дом, эту площадку мы всегда обиходили. Глава Самары рассказала, как это можно сделать. Нужно составить план территории и провести публичные слушания. Через несколько месяцев изменения будут приняты в силу. Кроме того, глава Самары обсудила с жителями возможности дальнейшего благоустройства площадки. В частности, укладки антитравматического покрытия по региональному губернаторскому проекту «Содействие». Это вот для того, чтобы людей подтолкнуть, ухаживать за своей территорией. Чтобы у людей был действительно такой живой интерес. Когда бесплатно, мало кто заботится, так как вы. А когда копейку вложил, уже понимаешь, что это свое. Еще одно обращение главе города было также от жителей Красноглинского района и касалось проведения капитального ремонта фасада дома номер 19 по улице Сергея Лозо. Дом начал проседать в 1985 году, особенно со стороны 4-го подъезда. Жители просят укрепить фундамент и отремонтировать фасад. Глава Самары поручила выполнить это в следующем году по соответствующей муниципальной программе. Нам надо начинать с экспертизы, составление сметы и включение в нашу программу. На 2023 год. Поручения по каждому обращению были внесены в протокол и переданы в профильные департаменты и районы администрации. Андрей Горгуленко, Николай Епифанов, Константин Головин. События. Из-за жары и ветра летом вырастают риски возникновения пожаров. Особенно они опасны в жилом секторе, где плотная застройка и огонь легко может перекинуться с одного дома на другой. Для предупреждения катастрофы инспекторы надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС России по Самарской области регулярно проводят рейды. В одном из них, в поселке Шмидта, побывала наша съемочная группа. Сотрудники МЧС совместно с председателем Совета ТОС поселка Шмидта и представителями Всероссийского добровольного пожарного общества прошли по дворам. Они напоминали собственникам домов о соблюдении простых правил, которые позволят не допустить возгораний. На сегодняшний день на территории городского округа Самара в период с 15 апреля по 31 октября 2022 года введен особый противопожарный режим, который вводит запрет на разведение огня, так и сжигание мусора и других отходов. Для жителей Запонского провели инструктаж. На территории поселка плотная застройка, немало старых деревянных домов. Костры во дворах и на приусадебных участках вблизи сгораемых строений разводить запрещено. Территорию, прилегающую к жилому дому, необходимо содержать в порядке. Мусор, сухую траву и листву нужно утилизировать. Дороги, проезды, подъезды и проходы к домам и источникам воды, используемым для пожаротушения, нельзя перекрывать. У каждого жилого строения должна быть бочка с водой. Жители поселка Шмидта получили памятки с правилами. Как выяснилось, большинство жителей знает о них и соблюдает. Мы как бы электропроводку поменяем все. Стоят бочки у нас с водой везде. Костры не разжигаем, шашлыки не жарим во дворе. Сложив ситуацию, мы вообще ничего не поджигаем, шашлыки не жарим, ничего. Чтобы не было пожаров. Искры летят, да, ветер большой, усиленный, поэтому и штрафы большие, я так понимаю. Профилактические рейды и общение с жителями приносят пользу, уверены сотрудники МЧС. Чем тщательнее собственники домов соблюдают правила пожарной безопасности, тем меньше возгораний. Ведь основной причиной пожаров летом остается неосторожное обращение с огнем. Андрей Горгуленко, Юлия Василькина, Николай Сидоров. События. Как купить квартиру и не потерять ее из-за мошенников? Эксперты рекомендуют подойти к сделке купли-продажи максимально ответственно. Что должно насторожить покупателя? В вопросе разбиралась Ольга Волкова. Приобретая долгожданную квартиру, важно помнить. Злоумышленники придумывают все новые схемы обмана. По данным Всероссийской базы объявлений по продаже недвижимости, за последние пять лет количество преступлений в этой сфере увеличилось почти на 20%. Эксперты рекомендуют соблюдать осторожность с самого начала. Поэтому первый совет – проверяйте объявление. Приглядитесь к указанному адресу. Свельтесь через поисковые сервисы в разделах «Панорама» или «Маршруты». Если дело идет к сделке, тщательно изучайте продавцов. Продавец, продавая объект недвижимости, должен быть правомочен совершать соответствующие сделки. Если продавец является супругом, то нужно получить согласие супругу в отсутствии брачного контракта. Также нужно убедиться, что продавец не находится в стадии банкротства, и ему банкротство не грозит. Если вы приобретаете вторичное жилье, обратите внимание, использовался ли предыдущим хозяином при его покупке материнский капитал и была ли выделена доля ребенку. Если нет, вы рискуете остаться без квартиры. Это очень важно всегда, чтобы у детей была доля. Эта сделка всегда будет нотариальная. И второе важное условие уже после того, как детям выделили доли, чтобы при продаже дети обязательно получили взамен какое-то другое жилое имущество. Только при наличии этого разрешения, которого дает орган опеки, смотря где ребенок прописан, вы можете произвести эту сделку. Чтобы избежать оспаривания сделки, осведомитесь о психическом здоровье продавца. Сейчас самая востребованная услуга при сделках в Москве и Северной столице – присутствие на сделке психиатра. Обратите внимание на прописанных в квартире. Проверьте, не было ли выписанных по судимости жильцов. Родственники зачастую выписывают их без согласия. Однако, погасив судимость, такие граждане могут восстановить свои права на проживание. И в конце концов, поговорите с соседями. Так вы точно узнаете много нового. Ольга Волкова, Николай Сидоров. События. Актер Федор Добронравов встретился в 426-м военном госпитале в Самаре с военнослужащими Центрального военного округа, принимавшими участие в спецоперации на Украине. Визит организовал начальник Дома офицеров Самарского гарнизона Александр Назаренко. Пациенты госпиталя и его персонал были искренне рады увидеть любимого актера. И большая коррекция, и в перспективе у нас будет восстановление. Все будет хорошо, все будет хорошо. Федор Викторович поинтересовался о самочувствии военнослужащих. Ответил на интересующие вопросы и рассказал собравшимся в больничном коридоре зрителям об особенностях съемок в сериалах и о своей службе в воздушно-десантных войсках. Выразил военнослужащим слова поддержки и наилучшие пожелания. Ранее 426-й военный госпиталь в Самаре посетили народный артист России Владимир Борисов и основатель группы «Серьга» Сергей Галанин. Спустя два года Международный грушинский фестиваль вновь ждет любителей бардовской песни на своей поляне. Организаторы ожидают в гости порядка 40 тысяч человек. Около тысячи уже разбивают палаточные городки. Наша съемочная группа узнала, как будет обустроена территория и кого из почетных гостей ждут на музыкальный праздник. Юрий Грушин из Ставропольского края – однофамилец героя-туриста Валерия Грушина, в честь которого проходит фестиваль бардовской песни. Рассказывает, сам никогда не пел и не сочинял песен, но благодарный слушатель. Первый раз приехал на фестиваль в далеком 88-м году. Это было его с супругой свадебное путешествие. С тех пор не пропустил ни одного творческого слета, приезжают с двумя детьми. Его палаточный городок самый популярный. Бывал там когда-то и поэт Евгений Евтушенко, заглядывает и певец Олег Митяев. Мы всегда рады видеть наших гостей, потому что Груша – это единственное место, где раз в году встречаются. Мы со многими встречаемся раз в году. И это здорово, потому что это единственная точка, где мы обнимемся, где наши сердца будут биться более близко. Грушинская поляна готова принять порядка 40 тысяч гостей с разных регионов страны. Пока прибыло около тысячи, рассказывает родоначальник и многолетний вдохновитель гостей фестиваля авторской песни имени Валерия Грушина Борис Кельман. Он рад, что после пандемии и связанного с ней двухлетнего перерыва фестиваль возвращается в жизнь людей. А звезды авторской песни – Митяев, братья Мищуки, Ланкин, Хомчик – уже успели порядком соскучиться по творческой обстановке. И все очень соскучились. И вот я вижу просто на лицах, обхожу все эти лагеря на лицах, счастье какое-то. И такая вот доброта, такая радость встречи. Это трудно передать, ребята. Это какое-то великое счастье, которое выпало нам. Ну как тут не вспомнить умного человека, прекрасного Антуана Десента-Экзупери, и что единственная настоящая роскошь – это роскошь человеческого общения. Вот здесь все купаются в этой роскоши. Конкурсная программа 49-го Грушинского фестиваля еще неизвестна. Жюри в ожидании новых Висборов и Высоцких. Для них готовится 10 концертных площадок, несколько десятков палаточных лагерей. В перерывах между концертами можно будет размяться на спортплощадках, сходить и скупаться на Волгу. Для этого возвели новый понтонный мост через протоку Старый Мокрец. Будут работать сотни бесплатных биотуалетов и платная парковка. Кроме автотранспорта на Грушу можно будет добраться на лодках по реке, по железной дороге, на электричке. Безопасность на фестивале обеспечивают дружинники, полиция, спасатели и медики. У нас новая в этом году костровая площадка. С названием «У Грушинского костра» мы возрождаем традицию, которая когда-то была еще в 80-е годы, когда все участники Грушинского фестиваля со знаменитыми бардами, авторами, мэтрами авторской песни собирались у огромного гигантского костра и пели песни. Будет огорожено и специальным образом оборудовано это место, поэтому площадка будет безопасной, интересной, обустроенной. Предюбилейный Грушинский фестиваль официально стартует 30 июня в четверг. Заключительное шоу на сцене гитаре, которое находится в процессе сборки, начнется вечером 3 июля в воскресенье. Все это стало возможно благодаря марафону авторской песни «Россия-2021-2022» при поддержке президентского фонда культурных инициатив и правительства Самарской области. А пока до открытия фестиваля осталось чуть больше суток, барды подтягивают колоки на гитарах и поют в тесном дружеском кругу. Анатолий Головко, Сергей Кизоркин, Николай Сидоров. События. А теперь коротко о других семах дня. Самарцы, вакцинированные от коронавируса с помощью препарата «Эпивак Корона», могут пройти бесплатное тестирование на наличие антител в крови. Это можно сделать в Центре гигиены и эпидемиологии Самарской области по адресу. Проезд Георгия Метерева 1 сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Специалисты отмечают, что проверяться нужно не позднее, чем через 42 дня после введения первого компонента прививки. Граждан ждут с понедельника по пятницу с 9 утра до 12 дня. При себе нужно иметь паспорт, СНИЛС и сертификат о прохождении вакцинации. У жителей Самарской области появятся электронные медицинские карты. Министерство здравоохранения региона дало распоряжение под ведомственным учреждением ввести документацию в электронной форме. Согласно документу предусмотрен переходный период. Для 42 учреждений, включая областную Тольяттинскую и Сызранскую станцию скорой помощи, некоторые районные больницы, Самарскую областную клиническую больницу Середавина, спеццентр, часть больниц Тольятти и Самары, процедур должна завершиться 30 июня. Для остальных в декабре 22 и марте 23 года. Формировать электронные истории болезней будут по стандартам Минздрава и РФ. Данные будут храниться в государственных информационных системах, они защищены. Просмотреть документы, вносить изменения в них смогут только сотрудники медучреждений со специальным доступом. В Ставропольском районе произошло ДТП с участием двух несовершеннолетних пешеходов. Водитель двигался по обводной дороге села Александровка и сбил двух девочек. Они перебегали проезжую часть в неустановленном месте в сторону Александровского поля. По словам водителя, дети внезапно выбежали из-за грузовика с различными травмами и госпитализировали в медицинское учреждение. Сейчас полицейские устанавливают детали аварии. Самарцам предлагают купить военно-транспортный самолет. Такой необычный товар появился на популярном сайте по продажам. Ил-76 ТД 78 года выпуска с наработкой 7500 часов – это 997 посадок. Последний ежегодный осмотр самолета был в ноябре 2018 года. У воздушного судна четыре двигателя. Серийная такая модель производилась в Узбекистане. В 2010 году производство было перенесено в Россию на Ульяновский завод. По словам продавца, который предпочел остаться анонимным в объявлении, в случае проведения ТО и подготовки документов у воздушного судна есть все шансы вновь подняться в воздух. Необычные товары оценили в 99 миллионов рублей. Со 2 июля между Самарой и Ереваном начнут летать самолеты одной из российских авиакомпаний. Из самарского аэропорта Курумыч самолет будет отправляться в 13 часов, а пребывать в Армению в 15.50. Расписание обратного пути. Вылет из Еревана в 16.40, а прилет в Самару в 19.15. Для каждого города указывается местное время. Самарским зрителям представили премьеру детской оперы по сказке «Репка» в новом прочтении. Она рассчитана на самого маленького зрителя и призвана с раннего возраста приобщать детей к высокому искусству. В спектакле поют не только главные герои, но и новые персонажи. А еще у всем знакомой русской народной сказки появилась предыстория. На премьеру в Самарский театр оперы и балета отправилась Светлана Кудрявцева и готова поделиться подробностями. Оперное искусство для самых маленьких. Известная русская народная сказка «Репка» в буквальном смысле обрела новое звучание. Это не просто драматический спектакль для детей, а настоящая опера. Здесь поют не только главные герои, но и новые персонажи – деревья и птицы. А еще появляется рассказчик – скоморох. Он-то и поведал зрителям предысторию. До того, как посадили «Репку», все члены семьи рассорились и обиделись друг на друга. «Репка» – первая опера-композитора Рустама Сагдиева. Он написал ее по предложению Мариинского театра в основе – песни разных регионов России, стилизованные, но узнаваемые. Как признаются артисты, переключиться на детскую оперу-сказку и перевоплотиться в фольклорных героев было непросто. Когда я начинал играть лубочного хрестоматийного деда, который шаркает ногами с больной спиной, это получалось гротескно и смешно. Просто с моей физикой это было не очень. Какие-то ребята делают вот так, это смотрится здорово. Мне это совершенно не подходит, и я просто не понимал, как мне именно визуально существовать во всей этой истории. Это для меня как бы непросто. Что касается пения, нет, нам музыка эта вся в принципе знакома и близка. Это другая история, там все понятно. Знакомиться со сказкой дети начинают в самом раннем возрасте. Поэтому и спектакль рассчитан на самых юных и самых требовательных зрителей. Он идет на малой сцене и всего 40 минут. Детский зритель самый сложный. И вот как бы соблюсти все законы именно музыкальные, исполнительские, актерские, это непросто. Мне кажется, мы с этим справились. И вот реакция сегодня детей показала, что и опера для самых маленьких – это здорово. Только сообща, помирившись и оставив в стороне разногласия, можно не только вытянуть репку, но и решить любую проблему. Поэтому, если вы давно не держались друг за друга, то самое время. Светлана Кудрявцева, Николай Епифанов. События. Сразу две спортивные команды советского района вышли на городской этап соревнований лета с футбольным мячом. Напомним, торжественное открытие турнира среди дворовых команд прошло 10 июня. В этом году его проводят во всех 37 муниципалитетах региона. Сначала соревнования проходят внутри районов, затем победители выходят на городской и областной этапы. Имена лидеров в советском районе города узнала Ольга Павлова. Футбол – это жизнь, самая большая страсть и удовольствие, утверждают участники турнира среди дворовых команд «Лето с футбольным мячом». За возможность выйти на городской этап соревнований в советском районе Самары боролись 15 команд из разных возрастных категорий. Лучшие шесть сегодня встретились на поле вновь, чтобы заявить свое право на лидерство. По итогам матча и первое заслуженное место среди юношей 12-14 лет отдано команде 91-й Самарской школы. В возрастной категории от 9 до 11 лет на пьедестал почета с победой отправилась команда школы «Яктылык». Все они примут участие в городском этапе соревнований. Ребят поздравил глава советского внутригородского района Вадим Бородин. Это здоровье детей, здоровье нации, здоровье наше будущее. И дети, конечно, в свободное время занимаются футболом, одним из таких популярных видов спорта в нашей Российской Федерации. Победит сильнейшее, а там кто сильнейший будет, какой район. Мы все равно все вместе, это единый город, единая душа, поэтому мы все вместе. Второе и третье места поделили между собой команда 176-й Самарской школы и гимназия «Перспектива». В общегородском турнире участвует около 200 команд в двух возрастных категориях. Игры продолжатся до 31 августа. Второй этап соревнований пройдет с 22 по 24 июля на футбольном поле площади Куйбышева. В нем примут участие команды, ставшие победителями районных этапов турнира в каждой возрастной категории среди мальчиков и девочек. Команда советского района Самары готовится побеждать. По словам тренера Гали Гумерова, ребята настроены решительно. Все зависит от организации учебного процесса. Если учебный процесс организован правильно, профессионально, то не будет отбоя от желающих. Впервые турнир «Лето с футбольным мячом» состоялся в Железнодорожном районе Самары в 2009 году. Позже соревнований приобрели общегородской масштаб. А с 2011 года их начали проводить на территории области. На всероссийский уровень проект вышел в 2019 году. Тогда же к его реализации подключились 73 региона России. Ольга Павлова, Василий Колдашов. События. Крылья Советов готовятся к новому сезону на тренировочном сборе в Казани. Команда провела первый контрольный матч. А самарские спортсмены в индивидуальных видах спорта покоряют вершины российских и международных чемпионатов. Подробнее в следующей рубрике. Крылья Советов продолжают подготовку к новому сезону. Команда проводит тренировочный сбор в Казани, где сыграла первый контрольный матч межсезонья против местного Рубина. Матч проходил в три тайма по 45 минут. Тренерский штаб Крыльев на каждый тайм выпускал практически новый состав. Всего за самарцев на поле вышел 31 футболист. В первом тайме казанцы дважды огорчили гостей. Еще один гол забили в третьем игровом отрезке, на что самарцы ответили лишь одним результативным действием. 1-3. Поражение Крыльев. Следующий контрольный матч команда проведет 30 июня против Акрона. В Монголии проходит высокорейтинговый турнир по дзюдо мировой серии «Большой шлем». Состязания в столице азиатского государства открыли рейтинговую олимпийскую квалификацию к играм 2024 года в Париже. В соревнованиях принимают участие около 350 топ-дзюдоистов из 27 стран. Представительница Самарской области, участница Олимпийских игр в Токио Дарья Курбан-Мамадова на турнире в Улан-Баторе завоевала серебряную медаль весовой категории до 57 килограммов. В финальной схватке Дарья уступила представительнице Монголии Инхриелен Лхватагоо. В Казани в центре пляжных видов спорта завершился чемпионат Приволжского федерального округа по пляжному регби. В турнире приняли участие 9 команд. На пути к финалу самарские регбисты провели три матча. Одержали победы над Уфой 12-0, Пермским Витязем 8-5 и потерпели поражение от казанской стрелы 5-6. В матче за золотые медали самарцы вновь встречались с регбистами стрелы. К сожалению, реванш не состоялся и Самар уступила сопернику со счетом 2-8. Итоговое второе место позволило Самарскому клубу принимать участие в чемпионате России по пляжному регби, который пройдет в Москве с 30 по 31 июля. В Саранске завершился чемпионат России по велосипедному спорту на шоссе. В гонке на дистанции 172 км 900 метров приняли участие 118 спортсменов. Представитель Самарской с шор номер 7 Артем Ныч завоевал серебряную медаль, показав время 3 часа 56 минут 23 секунды. Первым финишировал спортсмен из Тюменской области Петр Якунов, опередивший Артема на 9 секунд. Тройку призеров замкнул Мамыр Стаж из Республики Адыгея. Эксклюзивный проект телеканала «Самара ГИС» – обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они пишут на своих информационных площадках. Телеграм-канал администрации «Самары Вести» с Дворянской сообщает, что в Самаре продолжают работу прививочные пункты в торговых центрах. В торговом центре «Аврора» по адресу Аэродромная 47 прививочный пункт открыт с 14 до 19 часов. В ТРК «Космопорт» на Дебенко 30 с 10 до 18 часов. В ТРК «Вива Ленд» на проспекте Кирова 147 с 11 до 18 часов. В Тольятти в торговом центре «Паркхаус» на автозаводском шоссе 6 с 11 утра до 19 часов вечера. Спустя полгода после перенесенного заболевания или первичной вакцинации необходимо сделать повторную прививку. В период отпусков важно уделить особое внимание своему здоровью. Своевременная вакцинация поможет укрепить иммунитет и в случае встречи с инфекцией минимизирует риск тяжелого течения заболевания. В Советском районе стартовал конкурс на лучшее озеленение дворовых территорий «Цветущий советский район-2022». Конкурс проводится в один этап с 27 июня по 15 августа по следующим номинациям. Лучшая клумба «Цветник», «Лучший цветущий двор», «Лучший цветочный арт-объект», «Цветущий балкон». Заявка направляется в администрацию Советского района на электронную почту, указанную на экране. Заявки принимаются до 15 августа. Департамент транспорта Самары напоминает, что лица, использующие для передвижения роликовые коньки, самокаты или иные аналогичные средства индивидуальной мобильности, приравниваются к пешеходам. А значит, передвигаться они могут только по тротуарам, пешеходным дорожкам, велодорожкам и только в случае их отсутствия по обочинам. При переходе проезжей части по пешеходному переходу необходимо спешиться. В темное время суток, а также на дорогах вне населенных пунктов, к одежде нужно прикрепить цветоотражающие элементы, не выезжать на проезжую часть. А на этом я с вами прощаюсь. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС, на страничках в Одноклассниках и во Вконтакте. Выпуски новостей смотрите в социальных сетях. Всего доброго, до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok